Сильвия, я уезжаю до полгода в Россию. Дела. Возьми шуму, там всегда холодно. И не вздумай, где изменять. Помню, я тебе сюда зайду, убью и оторву тебе Паля. По-италецки езжу. Ты что, дорога? Во-первых, я католик, во-вторых, мне жалко Паля, а в-третьих, я тебя люблю. Степан, а где Люся твоя? Уехала в Прибалтику к тете Ирме. Мы решили отдельно пожить. Чувства наши проверить, желательно годами. Вот это плохо, потому что я уезжаю до Конга на полгода инструктором в разведение боевых парусей. Ты это, поддерживай квартиру в боевом порядке, а то вот приеду, убил. Ладно, убью, убью. Не волнуйся, что здесь чики-пуки будет? Да. И у тебя нижняя доза подай. Такая она вот фигня. Вот, квартира. Милостей бросим, велкам сказать, к нам, так сказать. Нравится? О, да-да, нравится, очень нравится. Только бы меня не обманывать. Да, ну когда-то русские у вас братьев меньше, хабан, никогда. Ага, вопрос, как мужчина-мужчина. И я не по этому делу, ты на меня не смотри. А где тут у вас? Туалет, туалет на улице. Шутка, вон там, пожалуйста, хоть до верхов его запомни. Ну-ну-ну, не туалет, не туалет. Я приехать в Россию, знакомиться с красивыми девушками. Наташа Ростова, Анна Каренина, Анна Курникова. Лучшие девушки в мире, где с ними можно познакомиться. Где-где, в этой? В газете. Вот она у меня, газетка. О-о-о, вот здесь все про них сказано. Пожалуйста, 20 долларов. Да, и еще 20, квартира. Итого 60. Ладно, 40. 40 долларов за квартира и газета? Газету можете не брать. Ну-ну-ну, беру газеты и квартиры. Пожалуйста, 40 долларов. Крация. Фрунту, алло, алло. Хочу Анна Курникова. Анна Курникова? О-о-о. Ольга. Да. Тебе понравилось? Понравилось. Слушай, а у тебя в Италии все такие ненормальные? Нет, только я. Да. Прости меня за меня. Слушай, а у тебя жена есть? Есть. Ну, она старая, страшная, с усами, таким носом. Я ее до свадьбы не видел. Такие у нас обычаи. Все вы так говорите. О-о-о. Все, оплаченное время вышло. Бежать, бежать, бежать. Так, Ольга. Останься до утра. Ну, встанься до утра. Ну, могу. Ну, надо доплатить. Я сейчас. Бежать за деньги. Бежать за деньги. Не упади. Урод. Жирный. Тряпка. Фу. Степан, что вы тут делаете? Что делаю? Живу я здесь. Квартира моя. Но вы мне сдали квартиру в аренду. Я заплатил вам деньги. Ну, и что? И что? Деньги кончились, а идти мне некуда. Еще оплати денег. Или я останусь тут на веки вечный. Ладно. Я платить деньги. Я платить деньги еще раз. Но вы уходите немедленно. Премного вам благодарны. Редерчи, что называется, Рома. Я не Рома. Я Марио Амброзе. Ладно, у меня Рома был. Одноклассник. Марио, прости. Поплаченное время вышло. Я понял. Не обижать за деньги. Может, не надо столько. Может, скидки какие. Степан, вы опять здесь. Мама миа, миюди, аюта. Да, опять 25. Я здесь живу. И чего? И чего? Я заплатил вам вчера 50 баксов. Второй раз. Два раза за одну и ту же квартиру. А вы опять здесь. Как можно потратить 50 баксов за один вечер? Как, как? Так, показать? В общем, либо еще денег давайте, либо я отстаю. О, но, 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 я понимаю, это шантаж. Это будет повторяться снова и снова. Я законопослушный гражданин. Я обращаться в полиция. А, не надо. Полицию не надо. Лучше милицию, 63 отделение. Си, сеньор, пусть будет это отделение милиции. Что вы за народ такой? Гости наши иностранные. Папа, по таким пустякам, как государственного человека беспокоить. Мистер Кольсмен Аютто, я заплатил этот человек деньги за квартиру. Два раза. Я заплатил за квартиру деньги. Он должен покинуть квартиру и не мешать мне жить. Это такой хороший итальянский европейский обычай. Ну, Степана, да, допустим, я знаю, он же живет здесь. Уж как умеет, так и живет. А вот вы, что за итальялец, а со сомнительной национальности, надо попристальней разобраться. Документики более внятливо прочитать. Что за девушка у вас лежит в постели в задней комнате. А может быть, стоит же жену вашу сюда вызвать. Не надо жена, не надо жена, прошу. Ну, поздно, а вдруг она уже здесь. Я предупреждала тебя, что отстрелю тебе от твоей пали. О, но, но, я прошу тебя, не надо. Я готов заплатить, я готов заплатить. Я, я так понял, что вы готовы соблюдать наши обычаи. Смешные надписи. Ну, я в свою почеречь могу вам дать бесплатный совет. О, бесплатный совет? Бесплатный, бесплатный. Десять долларов, да, всего. О, я понял. Это русский обычай. Могу сказать, что у нас на лестнице много женщин со свободным, со свободной жилплощадью. Пристройте как ни своего ся Степана. И все. И все. Грация, сеньор, грация. Бонжорно, сеньорина. Меддут Марио Амброзий. Не хотели бы заработать сразу 100 долларов с жаном. С удовольствием. А что нужно делать? Возьмите на пожелание одинокого молодого мужчину. В самом расцвете сил. Конечно, возьму. Тем более, что так удачно все сложилось. Мой муж уехал на полгода в командировку. В Тунду. Проходите. Степан. Я иду, я сюда на аплодисменты выхожу. Привет, Нина. Нина, Валя, кто ты едешь? Степана я не возьму. Любого другого мужчины из нашего дома, только не Степана. Но, сеньорина, почему? Потому что я знаю Степана с детства. Не знаешь меня, не знаешь меня? Что надо? Бонжорно, сеньорина. Меня зовут Марио Амброзий. Хотите заработать сразу 200 долларов с жаном? Что делать надо? О, всего ничего. Взять на проживание одинокого молодого симпатичного мужчину. Миленький мой. Я за 200 долларов на проживание черта возьму Лысого. К тому же я сейчас одна. Мой муж батарик. На сборах военных. И то, и то, на аплодисменты выхожу. На, Дина, Дина, Валя, Валя. О, нет. Черта Лысого возьму, а Степана не возьму. Ну почему смири-ка? Потому что я его с детства знаю. Выросли мы с ним вместе. Не знаешь, что меня занят? О, Ольга, Ольга. Не обращайте за меня, а не волен, ребята. Пойду поиграю в какое-то, какое-то строение. И что... Жизнь не удалась, и ты собачки. Санта-Мария, пурка Мадонна, ну что это такое? Я приехал в Россию, чтобы любить красивых девушек, свободных жить, а не слушать эту проклятую музыку. Давай его убьем тогда. То есть, как? Ну так, у нас в России это обычное дело. Заколебал, взял, пристрелил. Он же пьяница, алкоголик, его искать-то никто не будет. Чай пить будут с баранками. На, леляй. Умри! А-а-а! Убил меня, махаронник. Он же клятый. А-а-а! Так чего ты догатился, Марио? Измени мне, своей любимой жене Сильви. Ты будешь гореть в аду синяя красно-черным пламенем. Нет, нет, нет. Я не могу, Ольга. Я честный католик. Ну не можешь, тогда давай его продадим. Кого? Кого? Меня, Степана, продадим. У нас в России это обычное дело. Заколебал, взял, продал. Я тебе скажу, у нас мужчины стоят намного дороже баб. Я только сегодня с утра читала в газете. На, почитай. Да. Состоятельная женщина познакомится с мужчиной-мачо для интимных встреч. А уплата в УЕ. Ольга, что есть в УЕ? Хм, УЕ. Деньги наши русские. А ты думаешь, Степан согласится за УЕ? Я тебя умоляю. За УЕ я же с тобой согласилась. Только я думаю, его надо немного приукрать. Бонжорно, я по объявлению. Вы заказывали мужчину вашей мечты. Но-но, это не я. Это Тарзан. Я-о-о. Я-о-о. О-о-о. О-о-о. Ольга. Сионерам и ветеранам, а также с верхней страны, бывшим векам страны, скидка. С вас 200 долларов, и у вас 2 часа наслаждения. Я-о-о. О-о-о. Ольга. Слава Мадонни, мы снова вместе. Вот, 200 долларов, и у нас целых 2 часа, чтобы заняться любовью. Марио. Милый мой Марио, я у тебя не возьму 200 долларов. Потому что ты для меня не просто клиент. А кто? Ты для меня, любимый мужчина. О-о-о. О-о-о, да. О-о-о. О-о-о. Простите, что без стука. Что вы за народ такой? Гости наши заморские. У меня по подносам, практически, по подпольный биобизнес организовали. Обычаи наши не в грош, не ставите, не скажем, в доллар. О-о-о. Сэр, ну-ну-ну. Я очень уважаю ваши обычаи. Ну, а я в свою очередь готов сделать альверты. Ну, вот, с клиентурой помочь на вашего-то Тарзана. Кличка какая-то собачья, что ли. Ольга, у меня для тебя ударок. Я... А-а-а! Делать тебе предложение рука и сердце. Марио, миленький. Как же твоя жена? Я ее брошу. Марио, я же проститутка. Мне плевать на твое прошлое. Марио, да. Тысячу раз, да. Я согласна. О-о-о. Ольга, о-о-о. Сейчас. Да. 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 Что случилось, Ольга? Марио, я должна от тебя уйти. Ну, как же так? Мы же любим друг друга. Это звонил мой сутенер Марков. Он говорит, что если я сейчас не спущусь к нему и не поеду на работу, он поднимется сюда и убьет нас. Я не боюсь, что я сутенер Марков. Не боюсь. Я сам могу его убить. Ты не можешь этого сделать. Ты католик. Я католик, но я сицилиец. И я освоил ваши обычаи. Марио, ты меня любишь? Да. Тогда скажи да, что бы я сейчас попросила. Да. Прячься в шкафу. В шкафу. Только из уважения к вашим обычаям, к твоему слову, к нашей любви. Как какой-то заяц прячешься. Я тебя умоляю. Я тебя потом буду. Ай, дома. Крову я видал. Кронго. И всю их Африку. Их, мам. Не пожрать тебе. Не горил тебе. Выбей. Где она? Кто она? Ольга. Где? Какая Ольга? Ольга проститутка. Где? Которая бросить меня решила. И с тобой уехать, итальяшка, паршивая. Волочь. Ежели ты у Гали моей, то я не знал, что она Ольга. А ежели проклятая итальяшка я, то почему я хрухол? И только что из завтраки приехал. Значит, где твои лебусы разгадывать? Ехали. Это улица красивых монастских партизан, дом 6, да? Да. Квартира 69. Точно. Стало быть, ты для меня мерзкий, вонючий, погадый итальяшка. Я тебе сейчас пашку снесу. Хреновая. У тебя логика, парень. А-а-а! Ой, погорячился. Слышь, парень? Вставай. Ой, убил. Убил. Ну и шо теперь делать, а? Шо ж теперь из-за этого гада у всю жизнь себе потник пастушанка будет? Нет. Пастушанка умный. Пастушанка еще не приехал с Конго. Точно. Еще не приехал с Конго. А шо здесь за труп? А я не знаю, шо за труп. А-а-а. Ольга, а есть какой-нибудь русский обычай? Что у вас делают с трупом? Не волнуйся. На этот случай Обычаев много. Степан, вот отчего уехала, что мужик и приехала. Опять напился и спит, как скотина. А-а-а. Обычаев много. Ох, это точно! Да? Люся! Правильно она мне тетя Римма говорила. От алкоголизма до голубизма. Один шаг. Люся, только не по лицу. Мне деньги зарабатывать. Люся! Люся! Мне в голову пришла гениальная мысль. Ольга! Есть! Я беру его паспорт. А ему отдаю свой. Теперь он это я. А я это он. Андрей Марков. Получается, что ты теперь мой сутенер? С другой стороны получается, что у тебя теперь квартира и серебряный круглофарый Мерседес. Да? Си-си! Оооо! Я люблю тебя, Марио. Не Марио. Марков. Мне так еще проще. Андрей. Мерседес. Ну, что ты не имеешь права морального? Ну, что я дура. Как последняя дура. Думаю, что я с тобой лежу в кровати. А тут ты вдруг заходишь в кожаных швартиках над сережкой. Люсь, ну что ж ты прическу не заметила? Ну с кем это ты лежишь, пока в кожаных шортиках появляюсь, а? Я не знаю, я думал, что с тобой. Не знаешь? С кем лежишь, пока в кожаных шортиках деньги зарабатываешь? Дай-ка сюда скалку мне. Дай скалку, скалку. Сюда, на мою пилочку. Ну, Люся. Побежали. Ну и вот, я туда не заходил. Я из коммутировки, как вернулся, из Кронго. Глядь, дверь приоткрыта. Я сразу к вам. Туда не заходил, понимаете? Сразу к вам, что вы разобрались. А туда я не заходил. Понял, понял. Что за люди вы такие странные. Из Кронго вернувшиеся. По три раза мне одно и то же толковать пытаетесь. Ну вы же милиционер. Разберемся. Да, дверь откроем. Чтоб ни отпечатков не было. О, ха-ха-ха. Я убью рак. Что мы здесь имеем? Труп мужчины лежит на кровати. В достаточно смешной позе. Да, да, для трупа. При нем документы. На имя Марио Амброзе. Я знал одного Амброзе. Так вот это Амброзе, на ту Амброзе. Не, не похоже. Ну, а мое ли это дело? Нет, не мое. С другой стороны, труп есть? Глупо отрицать. Вот он здесь скрючился. Да, документы на труп в порядке. Дело есть? Дело стало быть нет. Дело стало быть закрыто. Ну, я вот что подумал зараз. Все-таки умные вы люди, милиционеры. Это да, мы, милиционеры на землю, для этого и присланы для людей защищать, а оборону держать вокруг них, как круговую, а обычаям их следовать. А если вы, скажем, нарушите эту вашу клятву? А если я нарушу свою клятву, то пускай меня покарает суровая рука моих товарищей.